всем привет уважаемые подписчики моего канала с вами снова солид и наконец-то пришел тот день когда мы с вами попробуем и посмотрим на настоящие китайские м решки или и рпшки как их назвать не знаю вам виднее тут одни иероглифы собственно здесь два сухих пайка это у нас основной и аварийный маленький и давайте наверное начнем с большого основного рп потому что маленький у нас будет как аварийный как дополнение что можно сказать не вскрываю упаковки я буду только догадываться какие-то логические выводы делать смотря на эту вещь смотрите упаковка зеленого цвета я предполагаю что у них еще несколько цветов потому что когда мне прислали там было 4 и рпшки одна по цвету коричневая другая зеленая и я предполагаю что 09 это как раз таки тип и рп а 9 внизу это меню тут то же самое видите 09 и 22 это наверное какой-то конкретное меню еще что можно узнать не вскрывая даже упаковки то что здесь есть беспламенный разогреватель как у американцев это что есть инструкция к нему и да я китайцам не очень доверяю поэтому я подготовился соответствующие таблетки активированный уголь и ну куда же без нее как говорится да наша родная отечественная туалетная бумага давайте скрывать причем обратите внимание у американцев вот так скрывается у них вот так все по-другому все через одно место причем понятно китайская упаковка чё тут сказать ну пожалуйста и так внутри у нас первое главное и единственное блюдо пакетик с чем-то мягоньким пакетик с еще более чем-то мягоньким пакетик с чем-то пакетик соусом быстро растворимый напиток средства для замера количества воды и ложка с салфеткой вы извините что я так условно это сделано для определенной интриги друзья и начнем мы естественно самого главного блюда на которое называется с этим у меня проблема если у меня с английским проблема то здесь я точно ничего не прочту короче во первых здесь блюдо уже упакована беспламенный разогреватель у американцев такого нет то есть у них все отдельно лежит надо все время засовывать туда здесь уже все как бы для людей до приготовлены и еще помимо всего прочего есть вот такой термо мешочек я не знаю как его назвать чтобы вы не обожглись чтобы тепло сохранялось внутри и так далее давайте заливать вопрос сколько воды сюда нужно все очень просто в комплекте идет вот такой пакетик маленький сюда заливается вода и собственно именно это количество заливает сюда даже у американцев такой у них у них тут просто написано туда-сюда так скрываем сейчас мы все это дело приготовим с вами посмотрим заливаем об тут воды немного на самом деле так кажется что дофига и заливаем внутрь ребят как мы слышим и видим пошла мгновенная реакция реакция химическая и поэтому лучше и в руках ее не держать ошпаритесь пока греется наше единственное первое блюдо расскажу про столовые приборы здесь только одна ложка впрочем как и у американцев на самом деле этот рп вы не подумайте это не суточный это на один прием пищи то лишь это либо обед либо ужин либо завтрак что-то одно и тут поэтому все одноразово ложка выглядит почти что как американская только более дешевая видно что дешевая пластика знаете вот этот дешевый китайский пластик вот игрушки из них делать дешево вот вот такая же хрень и она какая-то квадратная а и горячо китайцы жгутся тихо 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 все так о слава богу здесь хоть по-человечески сделали сверху можно открыть а не сбоку хотя это тоже спорный вопрос американцев вот так и можно держать это как тарелку уже у них все наоборот блин упаковка открывается через одно место и это тоже блин оттуда вот прикиньте вот всю ложку она будет опускать и оттуда доставать 6 ради вас мы раздербанили эту упаковку потому что у нас к сожалению сейчас нет никакой посуды будем есть как положено по трушному как это едят китайцы давайте пробовать это замечательное блюдо во первых что мы здесь видим это грибы это макароны причем такие я вижу впервые они знаете такие толстые как червяки черт возьми какая-то зелень и немного морковки пожелайте мне удачи и так какие же первые впечатления после употребления данного блюда скажу что какая-то безвкусица не чувствуется что это макароны что там есть какие-то грибы все одна вкусно как-то знать безвкусно вообще я думаю что китайцы мыслили так же как я поэтому засунули сюда в этот рп соус выглядит он следующим образом такая коричневая хрень по запаху напоминает отдаленно аджику то по сути это мясной соус это предполагаю тщательным образом все это дело перемешиваем и знаете после добавления этого соуса блюдо стало выглядеть ну прямо скажем дороже вот примерно как в ресторанах вам приносит вот вы заказываете пожалуйста мне макароны итальянские сыром там и так далее вот примерно то же самое но сильно не обольщайтесь потому что внешность блюда обманчиво пахнет она в начале двухтысячных были популярны и вьетнамские рынки я не знаю где-нибудь они сейчас существуют наверняка где существует короче вы вот когда они у них обиденный перерыв вообще вы чувствовали что у них там происходит какой запах у них там царит вот примерно то же самое я никогда не в жизни не думал что я буду пробовать азиатскую кухню настоящую азиатскую кухню не то что продается якобы азиатская в ресторанах магазинах вот сейчас есть такая возможность ну кого это ну кого это рассчитано это не для людей сказать что это очень острое ничего не сказать причем я выдавил всего-навсего пол ложечки вы сами видели сколько я положил тут вот основная эта часть еще осталась вот это вот это жесть попробуйте она вас посмотрю сколько вы съедите от этого и так с основным блюдом разобрались я думаю что оператор его доест серёга тебе приятного аппетита тебе хорошо зайдет тебя просили кормить почаще вот специально для тебя оставил немножечко маленько размешали мы мир хорош на меня там гнать переходим к следующему блюду друзья следующее блюдо у нас вот такого вида мы уже вскрыли его это вот такая булочка кексик пирожное бисквит называть как хотите надеюсь что очень вкусный запах друзья необыкновенный наконец-то что-то человеческое в этом рпс изюма не хватает вот если бы вставили туда изюм было бы копия нашего кекса замечательно 5 из 5 ставлю кстати по оценке предыдущего блюда ну я не любитель подобного поэтому два с половиной из пяти поставлю ну китайцам нравится они едят ничего страшного пусть я вот эти упаковка следующего блюда выглядит вот так а само блюдо мы уже выдавили выглядит она вот так это непонятная котлетка напоминающая на самом деле паштет да да друзья тот самый паштет который я не очень люблю в наших рп и самое удивительное что она пахнет точно так же как наш паштет давайте пробовать это сомнительное блюдо это что-то мясное заткнись там слушай а вот здесь наоборот если здесь был офигенный внешний вид но сомнительное качество и вкуса то здесь сомнительный весьма сомнительный внешний вид зато вкус потрясающий блин хейтеры они там собрались в лесу на том участке леса не дают записать сухпай прикиньте по поводу вкусовых качеств хочу сказать что напоминает детский мясной паштет вот кто хоть раз пробовал своей жизни это тот не поймет очень нежный тонкий мясной приятный вкус я с удовольствием пять из пяти ставлю очень вкусно я видеть сюда макарошки дам сейчас поедите у меня китайского рп он ко мне издалека приехал не очень классно советую попробовать хотя бы раз жизнь следующая упаковка у нас тоже открыто потому что мы не знаем китайский язык мы это все выдавили сюда и это как вы уже догадались персик консервированный прикольный персик только очень мало ребят такое ощущение как будто они разрезали один или два персика и сюда положили вот как вкусняшка как разнообразие после вот этого блюда очень хорошо зайдет ну и последний пакетик который у нас остался пока что я не знаю что там но скорее всего что-то рассыпчатая мне кажется это быстро растворимый напиток давайте-ка вы быстро растворим да так и есть скорее всего белый порошок о боже это вот он вонял все это время носками пахнет на удивление друзья запах разительно отличается от вкуса потому что в принципе вкусно отдаленно напоминает вкус ананаса и абрикоса вот что-то вот вместе они совместили и сюда налили сколько себя засунули химии одним китайцам известно потому что запах ну вообще не ну никак не стыкуется со вкусом абсолютно хотите попробовать кто там шумелся молчат сразу молчали сразу мгновенно замолчали и сидят видит я сказал замолчали ну и вишенка на нашем маленьком но очень вкусном тортике это аварийный рацион армии китая который выглядит весьма весьма компактно влезет в любой карман поэтому можно их понатырить пойти в поход и выживать я не знаю правда сколько вы выживете как мы видим основные блюда данного аварийного рациона это вот такие брикетики у меня уже есть опыт употребления таких блюд и давайте рискнем здоровьем еще раз и посмотрим что же там внутри какое первое впечатление в принципе я даже не удивлен ничего такого нет сверхъестественного скажу что сразу почувствовал частицы ореха и в целом блюдо напоминает печеньку по вкусу вот если грубо сравнивать то обычное вот наше юбилейное печенье вкусное единственное что здесь нет абсолютно никакой жидкости она полностью сухое но с чаем вот так вот зайдет переходим к заткнись хорошая птица распугаешь они рожать нибудь следующее блюдо как те прочесть зараза но мы уже распаковали поэтому мы знаем это мясо друзья вот просто мясо пахнет отвратительно отдаленно напоминает нашу тушенку по запаху да и по визу тоже но что это такое из какого животного это сделано я не знаю вот оператор говорит собака я собак никогда не ел и очень надеюсь на то что никогда не поем дать пробовать я сначала маленький кусочек попробую сладкий привкус то ли приправа такая то ли с мясом чуть не так ребята я это есть не будет ну блин пускай вот китаец рядом сядет скажу чуть такое еще это сделано прочтет это все на своем китайском языке объяснить что да как сам попробует и после этого я уже съем я им не доверяю не следующая сомнительная вкусняшка в этом аварийном рп салат да друзья не удивляйтесь в аварийном рп китайской армии есть салат и мясо эти пробовать выглядит она следующим образом в основном мы здесь видим кусочки капусты какие-то водоросли не знаю еще это вот если бы вот этот салат переместили в тарелку сказали ешь я бы сказал он протух серёг неужели ты это ел вот такой же вкус прям до я первый раз такой простые вот оператор говорит что он такой ел на дальнем востоке вот именно с таким вкусом соленый вкус да такой очень еще и сделал не знаю мне не нравится абсолютно ну нет будешь дохнуть голоду съешь нет вопросов как бы да ну извините меня я съел нормальный сухой паек ну вот и хочу сказать что я больше не хочу ну и последняя вкусняшка в данном рп это уже напиток я уже почти научился читать на китайском языке мне кажется это тоже самое это наверное самый популярный у них напиток эти сейчас заставлю это выпить да то же самое тише итак друзья пока я формулирую свои мысли насчет того что я думаю об этом рп и пока мой организм охраневает от того что я в него положил только что я употреблю активированный уголь это наверное лучшая реклама сейчас угля будет съел китайский рп употреби активированный уголь всю упаковку правда что более же есть они невкусный серёг надо это всего поможет по дороге куда гробе подорожник а жопа не горит что я думаю о данном рп на самом деле я удивлен ожидал гораздо худшего потому что в интернете ходят такие слухи что у китайцев не очень качественный рп на самом деле все не так потому что соус спасает но надо было его чуть чуть поменьше положите было бы все вкусно но у них очень специфическая кухня как и впрочем совершенно другая культура поэтому тут надо понять их правильно именно поэтому здесь такие странные блюда необычные которые мы вообще нигде не увидим китайцам нравится они делают это для своей армии пусть едят как бы на здоровье мне некоторые блюда честно не понравились но это не значит что они не имеют право на свое существование я удивлен потому что ожидал намного намного худшего и рп с точки зрения качества сборки так как у них самая большая армия требующая многих вложений представьте сколько они тратят элементарно на еду чтобы эту армию прокормить если сравнивать данные рп с американским то можно сказать что они по сути одинаковые не в смысле продуктов а в смысле структуры самого рп здесь почти такая же упаковка такой же разогреватель такая же ложка и самое главное бисквит чем не удивило точно такой же по вкусу как и в американском рп поэтому по баллам ставлю 5 из 5 китайцы вы молодцы вы у меня удивили пробовать его или нет выбор каждого из вас где его купить а вот не знаю где купить ребят не у прислали него прислал подписчик огромное его за это спасибо александр из уссурийска а также передаю привет его строкбольной команде скара ridges если я правильно конечно прочел если нет то извиняйте меня мужики ребят на этом наверно все не забывайте подписываться на мои каналы не забывайте про то что мне их несколько подпишитесь на мой лайв канал на лайв канале вы увидите все то что остается за кадром распаковка посылок и вообще ролики про мою жизнь поэтому стоит подписаться если кто интересуется вообще моим творчеством а на этом все всем удачи всем пока все сейчас сжечь надо все это сжечь в пизду